Блокпост теористов Еленовки. 27 апреля около 3 часов ночи здесь происходит обстрел. Много глянула, там горят, машины горят. Я думаю, боже мой, или я горю, непонятно что. Страшно было утром. Несколько снарядов попадают в стоящие на трассе автомобили. Пятеро погибших, более десятка раненых. Среди погибших есть беременная женщина. Она скончалась от осколочного ранения. У обочины разорванный автомобиль. Хозяева погибли в средстве прямого попадания снаряда. На переднем сидении соседнего авто мертвый мужчина. Его убило осколком. Еще одна мина оборвала сразу две жизни. В третьей машине тело беременной женщины. По меньшей мере, 6 жилых домов и здания больницы получили повреждения. У нас посыпалось стеклом в доме. Тривик на высыпалось. Уже днем все Киселев ТВ ликовало, обвиняя в обстреле мирных жителей украинскую хунту. Сейчас видите, как эксперт пытается найти обломки 120-мм минометного снаряда, который разорвался здесь и был выпущен со стороны контролируемой украинскими вооруженными силами. Люди, которые выпускали снаряды с украинской стороны, об этом не могли не знать. Террорист в СИАДНР гневно клянется перед телекамерами отомстить. Перевежусь, своди. Пропагандисты рассказывают о 10 снарядах. Как минимум 10 снарядов было выпущено калибром не менее 120 мм. Три из снарядов легли ровно на дорогу. То есть можно предположить, что стрельба была прицельной. В то же время очевидцы событий вспоминают лишь 4 взрыва. Мощь без вас. 2,40. 4 раза. 4 раза мы слышали. 4 прилета. 4 раза. Местная Киселев ТВ тоже прибирает. Как говорят жители Еленовки, такое скопление автомобилей на блокпосту – обычное дело. Это правда, дело обычное. Вот только не ночью. Местная жительница Рейса живет в 500 метрах от блокпоста. И за дня в день наблюдает трассу из окна собственной спальни. Ну я тут одна, конечно. Я тут не сплю. Вот это зал, вот это два дня. А вот там сбоку спальня, я это там сплю. А меня на трассу видно, туда. Обычно в темное время суток дорога была пустой. По крайней мере, так было раньше. Я ж уже живу тут, по трассе ночью машин нема. И вдруг эту ночь машины откуда они набрались, я не знаю. Эксперты говорят о том, что обстрел в Еленовке был ничем иным, как провокацией со стороны пророссийских террористов. Право в том, что обстрел по Еленовскому блокпосту уже вырахован на приблизительно месте, где был всякий обстрел. Это так называемые очищенные споруды, которые находятся под контролем незаконно-избройных формуваний так званой Донецкой народной республики. И, соответственно, немного дальше, это территория, которую контролируют силы Украины. Если мы посмотрим по прямой, то фактически создается иллюзия того, что траектория полета – это, соответственно, место расположения силы Украины. Эта операция была спланирована российскими кураторами и выполнена безусловно вояками так называемой народной армии ДНР. Просто чудеснейшим образом представитель псевдо-республики ДНР Эдуард Басурин заранее прогнозировал и анонсировал обстрел блокпоста в Еленовке. Буквально за день Басурин объявляет о том, что якобы с украинской стороны идет ротация, которая приведет к эскалации боевых действий. Кроме того, наша разведка в последнее время фиксирует отход подразделений вооруженных сил Украины и замену их украинскими националистами. Украинские военные, прямо сейчас прибывающие в зоне АТО, называют эти сообщения намеренной дезинформацией. Наши войска там не менялись, не ротировались, никакого огня не открывали. Обстрел контрольно-пропускного пункта Еленовка вблизи Донецка – спланированная провокация российско-террористических войск. Они могли сами обстрелять КПП, что они неоднократно делали. Они обстреливают населенные пункты на своей территории. Константин Машавец – эксперт Центра военно-политических исследований и изданию «Обозреватель». Эксперты рассказывают, что сразу после загадочных пророчеств Басурин и боевики ДНР начали накапливать на блокпосту очередь из машин, желающих покинуть оккупированную территорию. Это в беседах обсуждают и пользователи соцсетей. Складывается впечатление, что в последнее время работа блокпостов специально так организована, чтобы на ночь оставалось много машин. Так а кто не пускает-то? Наши не пускали. Мои родители неделю назад сутки в Еленовке стояли. На выезде из Донецка стоять сутки в Донецке. Бред, довели людей. Вывод один. Если бы тут было хорошо и доступно, и не бедно, никто бы не рвался в Украину. За соцвыплатами, пенсиями и так далее. Своего бы хватало. Свой анализ ситуации в СМИ дают и координатор проекта «Стоп-террор» Семен Кабакаев. Уничтожена якобы взрывом 120-мм мины машина, в которой ночевали люди. Посмотрев даже бегло на фото, становится понятно, что машина была подорвана взрывным устройством не очень большой мощности, но которое было заложено под автомобиль, ведь он перевернут на крышу. Семен Кабакаев, координатор проекта «Стоп-террор». Эксперт отмечает, что от попадания 120-мм мины машину бы просто размазала. Странно и то, что пострадал только один автомобиль, ведь от разрыва снаряд непременно повредил бы и соседние машины. Не случайно были выбраны и место, и час обстрелу, потому что сейчас ситуация с контрольно-пропускными пунктами, которая сложилась в Луганской области, а именно там эти два пропускных пункта и в Золотом и Станично-Луганском районе закрыты. Мешканцы Луганской области замужены выезжать на Украину через территорию ДНР. То есть навантажение на пропускные пункты, которые расточены на линии размежения в Донецкой области, у нас увеличилось вдвоем. Эксперты уверяют, кровавая провокация террористов вшита здесь белыми нитками. И то, что жертвами на этот раз стали мирные украинцы, только подчеркивает цинизм боевиков. Самой горячей точкой АТО продолжает оставаться Авдеевка. Тут ежедневно украинские военные сражаются за право удерживать контроль над так называемой промзоной. «Накапливают, накапливают артиллерию, накапливают танки, и наша сторона фиксирует то, что воздействие идет артиллерии, например, САУ, самоходных артиллерийских установок. Станки постреливают, но учитывая, что в перемирии минские соглашения наблюдатели ОБСЕ смотрят, так или иначе, пресса, они делают это отрывочно, и в те моменты, когда это не контролируется, как правило, сторонними наблюдателями». Едва и не каждый день боевики вплотную подбираются к позиции МВСУ. Ежедневно, как только сгущаются сумерки, боевики начинают обстреливать подступы Авдеевки. А конкретно начинается обстрел с крупнокалиберных минометов, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Бои с диверсионно-разведывательными группами противника происходят практически ежедневно. На Донецком напрямку силы антитеррористической операции успешно отбили напад ворожей диверсионно-разведывательной группы. Это стало на святанку под Авдеевкою. Ворог снова активно использует минометы. Напомним, занятие украинскими военными Авдеевской промзоны стало для боевиков настоящим ударом. Если раньше для снабжения своих частей они использовали трассу Донец-Горловка, то теперь дорога простреливается, а снабжать собственных военных террористы вынуждены по плохим грунтовым дорогам. А это упала и скорость снабжения, и объемы снабжения упали, и износ техники пошел повышенный. Ну, в общем, их совершенно не устраивает эта ситуация. Только 26 апреля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 191 взрыв в Ясиноватой. И это всего за 4 часа работы миссии. Аналогичная ситуация в Авдеевке – 100 взрывов за 3 часа наблюдений. Вблизи оккупированного Докучаевска боевики продолжают попытки выбить ВСУ из занятых высот. Шквальным огнем террористы пытаются выбить украинцев с терриконов. В то же время украинские силы имеют все шансы замкнуть окружение города. В этом случае боевики того и гляди окажутся в котле. То місто Докучаевска наразі фактично находится в облозе украинских войск. Але чи буде то наказ на військове звільнення міста, чи боевики самі зрозуміють, що це фактично є котел, і відійдуть від Докучаевска по каждый час. Але, незважаючи на всі, скажімо, интенсивність обстрілів, наявність забороненої важкої техніки, при дислокации живої сели, фискової ініціативи в руках Збройних сил України. ПОКА ТЕРРОРИСТЫ ПСЕВДОРЕСПУБЛИК ПЫТАЮТСЯ РАСШИРИТЬ РУССКИЙ МИР В САМОМ РУССКОМ МИРЕ, НА ДОНБАССЕ МНОГИМ СКОРО ПРИДЁТСЯ ГОЛОДАТЬ. Участники нашей организации уже столкнулись, а также получают жалобы и просьбы о помощи, связанные с чем? С тем, что у многих нет просто возможности оплатить коммунальные услуги. Это видео записали активисты общественного движения «Луганская гвардия». Сами они чрезвычайно высокого мнения о своей организации. Каждый участник является активным человеком, который принял участие в Антимайдане, в Русской весне, в событиях, связанных с захватом СБУ. То есть эти люди сделали очень многое для нашей республики. И так называемая республика отплатила им, как и должна была отплатить, расходному материалу. Меня интересует вопрос, как дальше мне платить за коммунальный, за газ, за воду? Что нас ждет. И что нас ждет дальше? И сколько это будет продолжаться? Сегодня пенсия в террористических ДНР и ЛНР составляет около 2000 рублей, или 770 гривен по курсу НБУ. При этом цены на продукты в полтора-два раза выше, чем на неоккупированной территории Украины. Люди не могут прожить за те копейки и подачки, которые отправляются из Москвы. Больше того, половина из них еще и крадутся в Луганске и Донецке. Но население уже не может терпеть знущение над собой. Население не может терпеть отсутствие экономических свобод, политических свобод. И попробуйте прожить хоть неделю или две протянуть. Вы же не сможете. А почему мы должны? Казалось бы, ситуация должна открыть глаза людям, которые обманулись российской пропагандой. Но нет. Мы против законодательства Украины. Мы против украинского языка. Против украинского языка, но не против украинских пенсий. Мы же многого не требуем. Мы требуем украинскую пенсию. Сделайте так, чтобы мы ее тут получали. Эксперты уверяют, такая интересная позиция – результат ежедневной работы российских пропагандистов. Заберите звиты кремлевского телебачения, заберите Live News, заберите Россию-1, и население очень быстро разберется. Наше селение очень быстро даст ответы на все поставленные вопросы. Почему бедные? Почему нет ежи? Почему ежа такая дорогая? Почему их граблят? Почему их заставляют делать то, что они не хотят, и погрожают им еще и оружие? Когда настанет конец смертям украинских патриотов на фронте и страданиям жителей оккупированных территорий Украины, сегодня решает только экономика, говорят эксперты. Он будет продолжать до того, пока Россия не высажится в результате экономических санкций, также внутренней дестабилизации и так далее. Пока же ситуация на фронте остается напряженной. Ежедневно продолжаются обстрелы и провокации. Болящая рана на теле страны, пока и не думает затягиваться. И когда-то братский народ прикладывает к этому максимум усилий.